здравствуйте все мои дорогие девчата столько дней не снимала потому что я упала в депрессию я была очень в депрессии девчонки не смотрите на меня что я сейчас улыбаюсь такое со мной бывает и это нормально если кто-то мне там предлагал уберите фотографии уберите все не смотрите видео с вашей дочерью когда не перестану смотреть королевшины видео и фотографии никуда никогда не уберу что это значит уберите фотографии чтобы вам было хорошо да пусть мне будет так как оно есть это было бы странно если бы я не горевала иногда но как говорит моя настя мама раз в неделю максимум раз в две недели у тебя депрессия и когда у меня депрессия все сидят тише воды и тише ниже травы потому что боятся меня чем-то еще допустим не знаю волновать или что-то просто все горюет вместе со мной может быть молодежи этого не нужно и может быть внуков не надо вот так вот чтобы они тоже падали в депрессию вместе со мной но я им говорила я закроюсь комнату чтобы меня не видели конечно этого они тоже не хотят они боятся за мое здоровье они боятся что у меня возраст уже какой но я девчата горюю и мне себя не жалко не себя не жалко потому что дальше моя жизнь вот такая вот такая только с памятью и только хорошее воспоминание что делать вы посмотрите сколько горе на земле я не одна горюю горюет очень многие у каждого своя судьба и у каждого в каждой семье есть какие то есть какое-то горе особенно сейчас девчата посмотрела фильм дом с лилиями девчата я с воскресенья как упала в депрессию включила себе фильм дом с лилии вспомнила его в прошлом позапрошлом видео что там такие же обои как у нас вот в зале у каролинки и такие такие двух видов с полосками и корона цветок этот и я начала его опять смотреть конечно и у меня горе свое было но я проплакала все три дня вместе с этим фильмом какой он все ж таки жизненный как у нас умеют снимать и вот эти вот эти мелодрамы вот современные которые бестолковые вот такие вот что даже путаешься в каком фильме мы видели вот этот сюжет и этих артистов одни и те же артисты одни и те же сюжеты а тут вот этот фильм ни с чем не спутаешь вот 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 твой людей тоже судьба какая была у этого вот как его михаил михаил и я забыла как его ну главный герой этого фильма подполковник вот вот у него какая судьба я вот сравнивала его с нами нашего возраста вот когда мы смотрим сзади сколько у нас было переживаний точно так же как у него из-за своих детей пока мы их вырастили пережили какие-то катаклизмы потом рождение внуков потом переживали за внуков теперь переживаем дальше за всех и вот на старости лет вот как они остались и вдвоем с полюшкой или тассе и стаси когда они остались вдвоем два таких вот беспомощных старика как не их жалко что бы там ни происходило и хорошее плохое у них сразу слезятся глаза и мы такие же стали мы становимся сентиментальные и становимся беспомощные потому что приходит такой возраст вот так девчата когда смотришь такие фильмы сравниваешь со своей судьбой и этими запоминается вот эти фильмы а вот эта мелодия я не знаю кто написал надо посмотреть субтитрах кто там написал эти мелодии когда начинается фильм уже плакать хочется вот от этой мелодии уже хочется заплакать молодцы молодцы просто снимаю шляпу перед такими режиссерами и я поняла что это женщина по моему режиссер и все фильмы ее они все хорошие молодец просто снимаю шляпу иду девчата в бонус тут у меня маркет только надо пройти через парк и купила насти уже почти две недели прошло как купила ей вешалки вот у меня тут целая вот сумка вешалок и пришла домой и поняли что они очень хиленькие они какие-то все очень нежные хочу отнести обратно там два раза дороже есть гораздо вот такие вот крепкие хорошие и и я уже не люблю девчата чтобы на одной вешалке несколько вещей было друг на дружка это это уже не не те года и не тот случай чтобы мы экономили даже на вешалок иду отдам вот эти хиленькие доплачу и куплю ей крепкие хорошие только я не знаю если они у меня примут обратно две недели еще не прошло но я конец вот этого вот чека оторвала я не знаю то ли он оторвался сам там где есть число но думаю что там есть скан и там есть и номер чека и я думаю что они найдут и примут у меня их обратно тем более что я хочу их менять я уже знаю на что мне их там поменять и хочу купить девчата клубники клубника еще вот такая вот такая крупная сладкая но но вообще стараюсь меньше кушать и клубники говорю вали я перестала кушать большими порциями но девчата пока мой организм начнет работать в обратную сторону и еще очень много воды должно утечь ем мало но еще пока сдвигов не видно не видно результата пока нет но вру я с тех пор как приехала с моря нету еще месяца я килограмм скинула но этот килограмм может быть и тот килограмм воды в которой был во мне когда приезжаем с морем и все вот набухшие от воды девчата ничего интересного в моей жизни не происходит просто сижу дома на пенсии готовлю кушать и загораю по утрам и у меня новостей никаких какие могут быть у меня новости если я из дома почти не выхожу я такая ленивая такая ленивая мне не хочется иногда просто одеть вот нарядное платье взять свою сумочку и пойти просто погулять тем более что сегодня плюс тридцать три или тридцать четыре какое гуляние надо ходить маркет с утра пока еще прохладненько до девяти утра но я и сплю до поздна сидим с данником в телефонах в телевизоре у нас интернет и мы сидим до двенадцати до часу ночи тогда я себе позволяю подольше спать девчата какая прелесть что мы уже на пенсии и нам еще за это платят деньги спасибо что я отработала на государстве спасибо что я имела тогда вот не знаю ум что не уволилась и заработала себе пенсию многие люди хотели работать но не имели где и если я имела где значит спасибо богу что он мне дал разум я сохранила ту свою работу в Молдавии сейчас хорошие пенсии начиная с восемнадцатого года кто вышел на пенсию сейчас прекрасные пенсии больше чем у наших детей зарплата так что на этой пенсии можно жить ну не сильно не сильно будешь шоковать и в каждый раз повторяюсь что не такие большие пенсии насколько маленькие зарплаты наверное ну вот такое но зато мирно и у себя дома какое счастье что я дома вчера позвонил мне племянник из Бухареста не звонил год звонил еще когда я была в штутгарде и спрашивает ты где ты в германии я говорю да нет я дома и как дома я говорю дома как всегда хорошо потому что дом есть дом долго говорили больше часа вот что значит молодежь девчата ой что-то меня тут в парке что-то тут у меня вот вот что-то упало что меня там что-то щекотит какая-то мошка наверное дома всегда хорошо дома всегда были бы деньги на содержание не надо никакие заграницы жили бы все дети дома если бы они могли себя обеспечивать так что мы пенсионеры вообще должны промолчать мне жалко тех пенсионеров которые вышли гораздо раньше на пенсию и расчет был совсем по-другому тем более те которые не отработали на государство не платили налоги они работали на себя зарабатывали хорошие деньги но как мы видим они говорили что сами соберут себе не надо им устраиваться на маленькие зарплаты они соберут себе на старость но как мы видим никто ничего не собрал а если и собрали все равно выходят и кричат что у них маленькие пенсии не обижайтесь на меня девчата те которые у которых не работали не платили налоги и у вас маленькие пенсии ну согласитесь не может быть у вас пенсия такая как у меня я 42 года отбарабанила и если я сейчас 400 евро получаю спасибо только моему государству спасибо боженьке что я дожила и я сейчас застрахована от любой катаклизмы дай бог только чтоб в казне были деньги и нам платили девчата как всегда с вами ваша марина если кого-то там зацепила или обидела вы извините меня потому что у каждого свое мнение но обидеть никого не хочу никогда пусть все люди будут здоровы и пусть все ваши детки будут живы и здоровы для это самое главное в нашей жизни ненормально что родители хоронят детей ненормально и если родители плачут после этого так оно так и должно быть родители должны вспоминать и плакать иначе это даже будет несправедливо по отношению к нашим детям и это будет нечестно а я тем более не могу не плакать у меня золотая девочка была у меня еще есть дети они все золотые но я одну из них потеряла и плачу и дай бог что мои дети и чтобы я сократила их жизнь чтобы бог дал им жизнь и здоровье как всегда с вами ваша Марина Темки Темки пока пока